ДУЭЛЬНОМ ЭТИКЕТЕ Ваше любопытство требует удовлетворения. Мы к вашим услугам. Глава 21, из которой вы узнаете, какого цвета был веселый Роджер, зачем пиратам вилки, о чем писали в корабельном договоре и что было с тем, кто осмеливался вызвать Моргана на бой. Рассказывая о законах чести, было бы несправедливо обойти вниманием пиратское братство. Понятия пиратов о личном достоинстве и их образ жизни были настолько оригинальны, что заслуживают отдельной главы. Корабль под веселым Роджером, карты сокровищ, абордажи, ром, сундуки с золотом. Классические элементы любого авантюрного сюжета, среди которых нет ни единого факта, соответствующего реалиям пиратской жизни. Так что же на самом деле происходило в эпоху, которую историки называют «золотым веком пиратства»? Никогда за всю историю пиратство не процветало так, как в 17-м начале 18-го века. Его «золотой век» продлился с 1650 по 1720 год. Историк Джон Фиске. У пиратов множество названий. И это не просто красивые синонимы. От них зачастую зависела жизнь джентльменов удачи, попавших в руки правосудия. Буканьеры – это грабители испанских кораблей в Карибском бассейне. Каперы – разбойники с королевскими патентами. Корсары – пираты-мусульмане Средиземного моря. Этот же термин англичане применяли и к французским каперам. Флебустьеры – буканьеры-французы. А, собственно, пиратами именовались те, кто грабил без всяких условий и ограничений. Пираты вели жизнь, лишенную какой бы то ни было романтики. Полную риска и жестокости. Репутация в этих условиях была очень важна для выживания. Но пиратская репутация – вещь весьма специфичная. Главным ее условием была дурная слава на море. Чем страшнее были истории о том или другом капитане, тем проще ему было захватывать корабли. Один из самых знаменитых злодеев – Эдвард Тич или Черная Борода – прекрасный тому пример. Тичу приписывали всевозможные зверства и несметные сокровища, которые он добывал в походах. Но главным был его образ – борода, переплетенная лентами, горящие фитили в волосах. Дьявольская ухмылка, всегда вооружен до зубов, крайне жесток с командой и безжалостен к пленникам. Возможно, бороду он действительно заплетал и хорошо вооружался, но моряки с захваченных им судов, а надо сказать, он часто отпускал пленников, писали только о том, что у него была длинная борода и тяжелый взгляд. Никаких фитилей. С зверской жестокостью он не отличался, да и удача в плане крупной добычи улыбалась ему нечасто. Но слухи делали свое дело. Стоило торговым судам завидеть флаг черной бороды, как они сдавались без боя. У каждого знаменитого капитана был свой флаг. Общепринятого веселого Роджера никогда не существовало. Символы были разные. Скелеты, черепа, песочные часы ваше время истекают, сабли, сердца. Да и фон мог быть не обязательно черным. Многие джентльмены удачи отдавали предпочтение с тягом цвета крови. У пиратов с королевскими патентами на мачтах были государственные флаги. В море под веселым Роджером никогда не выходили. Его поднимали исключительно при сближении с жертвой. Почти все торговые суда были застрахованы. И капитаны легко отдавали груз в обмен на жизни пассажиров и экипажа. А борда же были экзотикой. В большинстве случаев в них просто не было смысла. Захват кораблей с золотом на борту был большой редкостью. Поэтому зачастую пиратам приходилось довольствоваться тканями, предметами домашней утвари, которые они сдавали перекупщикам на Ямайке или Тартуге. Поэтому капитанам жилось непросто. Если команду переставало устраивать прибыль, они легко выбирали себе нового лидера путем общего голосования. Бои за звание капитана – это тоже, по сути, вымысел. Такой поединок мог состояться, только если голоса команды поровну разделились между двумя кандидатами. У каждого капитана был свой кодекс – корабельный договор. Каждый присоединяющийся к команде пират был обязан подписывать согласие на его полное соблюдение. Корабельный договор выполнялся командой неукоснительно. За его нарушение во время похода самым страшным наказанием было высадить бузатера на необитаемый остров. А за удар наказывали 39 ударами по закону Моисея. То есть библейские традиции прижились в пиратском братстве. Любые выяснения отношений на корабле были запрещены. Но свой прототип дуэльного кодекса писал каждый капитан. Никаких драк на борту. Все личные споры решаются только на берегу с использованием пистолетов и рапир. Поединок прекращается после первой крови. Кодекс Бартоломью Робертса Кодексы запрещали азартные игры, ложь, кражи. Все, что могло спровоцировать конфликт. Очень подробно описывались доли при разделе добычи. Кстати, именно пираты первыми ввели компенсацию за производственные травмы. Важнейшей составляющей репутации любого пиратского капитана была честность предележе. Конечно, были и такие, кому обман команды как-то сходил с рук. Пример. Англичанин Генри Морган. Генри Морган. Самый грозный из карибских пиратов. Жестокий, беспринципный, подлый. Гениальный стратег и отличный вояка. Командовал флотилией из полусотни пиратских кораблей. В 1669 году Морган совершил удачный набег на Маракаева. На обратном пути его поджидали три испанских корабля, требуя вернуть награбленное. Морган дал отпор и победил. Захватив один корабль и потопив два других. Испанский капер и грант Мануэль Пардаль воспринял это как оскорбление для нации. И сообщил всей гимайке о том, что вызывает Моргана на поединок. Англичанин посмеялся, если он вообще умел смеяться и благополучно забыл о Пардале. Но в 1670 году, близ крепости Сан-Лоренцо, корабль Моргана захватил корабль Пардаля. Грант бежал на берег, где случайно столкнулся с Морганом. Пираты, как правило, выбирали оружие, исходя из ситуации. Пистолеты всегда шли в ход первыми. При береговых сражениях использовались рапиры и копья. При боях в ограниченном пространстве – абордажные сабли, короткие пики, кинжалы. Жизнь учила пиратов пользоваться любым оружием, которое попадалось им под руку. Ну и, конечно, уметь драться голыми руками. Субтитры создавал DimaTorzok Когда речь идет не о благородной дуэли, а о драке на выживание, в ход идут любые приемы. Медленно. И еще. Медленно. Ну и еще. Жестко, не эстетично, зато эффективно. Пиратская карьера испанца закончилась. А у Моргана впереди было еще много походов, арест, должность губернатора Ямайки и бесславная для моряка кончина на сужу. Множество фактов из биографии Генри Моргана заимствовал саботини для своего капитана Блада. Вот только его характер не имел ничего общего с жесткой натурой знаменитого пирата. В 1671 году команда Моргана с неимоверным трудом берет испанскую колонию Панама и самый большой куш за всю историю пиратства. После грабежей Морган заставляет своих пиратов вывернуть карманы, чтобы никто не унес добычи свыше положенных 200 песса на брата, и первый выворачивает свои. Убедившись, что главное сокровище у него, Морган тайком на флагманском корабле уходит к себе на Ямайку. Обманутые соратники рвут на себе волосы. Образы пиратов окутаны мифами и легендами, созданными Дефо в общей истории пиратства, Барри, Питер Пенни, Стивенсона в острове сокровищ. Это красивые сказки, в которые трудно не верить. А ведь пиратских сокровищ, и тем более карт, вовсе не существовало. За весь Золотой век пираты лишь трижды закапывали часть своей добычи, и все три раза она была выкопана сразу же после их ухода. Пираты не заставляли пленников ходить по планке. Для пытки это слишком мягко, для казни слишком долго. В Италии в основном жителей захваченных городов. Правда, это были пытки, которым могла позавидовать инквизиция. Заложников никогда не трогали и всегда выпускали после получения выкупа. В пираты шли ради легкой добычи и свободы. Состояние почти никому сколотить не удавалось, жизнь была сложной и, как правило, короткой, а вот свободы было хоть отбавлять. В равенстве и соблюдении личных прав пиратам не откажешь. Конечно, они были разбойниками, готовыми на все ради добычи. Но при этом им удалось создать то, что можно было бы назвать истинно демократическим обществом. Они называли это братством. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова